Всем привет! Я доктор Евгений. У кого есть дискинезия желчного пузыря, проблемы с желудком, запоры и так далее, проблемы с ЖКТ? Сейчас покажу технику согласования клапанов. Висцеральная работа. Поехали! У нас есть 4 основные клапана, которые контролируют работу движения пищи. Это привратник, он находится здесь. Это переход из желудка в 12-перстную кишку. Это клапан факторов сосок. Туда выходят в 12-перстную кишку соки желчного и поджелудочной железы. Илеоцикальный клапан. Это клапан перехода из тонкой кишки в толстую кишку. Как раз таки это проекция аппендикса того самого. У кого есть шрам, тот сразу его быстро найдет. И функциональный клапан Хьюстона, так называемый. Он не створка как таковая, он больше функциональный. То есть его контроль происходит за счет скручивания сигмовидной кишки. Это переход из толстого в прямую кишку. Так вот, пища попадая к нам уже в ЖКТ, именно начиная с желудка, она обрабатывается разными путями. И как раз таки контроль перехода из одного дела в другой регулируется нервной системой через клапаны. То есть, если допустим у нас в желудке еда переходит в 12-перстную кишку, этот клапан открывается. Автоматически клапан факторов сосок должен закрыться, чтобы содержимое его не попало в желудок и не было таких заболеваний, как заброс желчи в желудок, изжог гастроэзофагальный рефлюкс, чтобы не было этого процесса. И таким образом у нас клапаны работают один открылся, второй закрылся, второй закрылся, первый открылся. И вот так вот происходит у нас работа попеременная. Открылся допустим привратник, закрылся факторов сосок, открылся факторов сосок, закрылся привратник. И это у нас работа происходит по этажам. На нижнем этаже как раз таки илеоцикальный клапан работает так же согласованно с клапаном Хьюстона. Открылся переход из тонкую в толстую, закрылся клапан Хьюстона и наоборот. Теперь бывает так, что эти клапаны начинают работать не согласованно. Они либо оба открываются, либо оба закрываются, то есть дисфункция возникает в них. Что нам сделать? Нам нужно их согласовать. Как это сделать? Давайте сначала их найдем. Для того, чтобы их найти, нужно сделать следующее. Не забудьте, что перед всеми манипуляциями именно на клапаны желательно согнуть ноги. То есть их надо согнуть для того, чтобы уменьшить натяжение мышц на животе и манипуляции были менее болезненными. Вы можете приподнять голову, но если случается так, что живот достаточно большой, тучный, то можно использовать следующий принцип, что мы просто от пупка до передней подмышечной линии, то есть вот эту зону делим пополам, это будет примерно проекция этой зоны. Теперь мы нашли эту линию и поднимаемся по ней вверх до ребер. Как раз таки отсюда начинается отсчет. Вот. И от этой линии до пупка мы проводим такую невидимую линию, либо ставим два пальца. Теперь нам это расстояние нужно поделить на три. Вот таким вот образом. То есть раз, два, три. И именно на границе между верхней третью и нижней третью будет находиться слева привратник. Это первая точка. Фаторов сосок мы делаем все то же самое, только с правой стороны. Делим это расстояние на три и на границе между верхней и средней третью будет находиться этот клапан. Что мы теперь делаем? Мы перпендикулярно вверх сначала погружаемся, как бы пытаясь потрогать этот клапан. Именно привратник сначала. Мы погружаемся и потрогали. И либо будет болезненность, либо будет безболезненно. То есть запомнили. Теперь мы встаем в проекцию именно фаторова соска. Опять погружаемся, пощупали и оценили. Либо болезненно, либо безболезненно. После этого у нас могут быть следующие выводы. Оба безболезненные, либо оба болезненные. Либо первый болит, второй не болит. Либо второй болит, первый не болит. Нам как раз таки интересны варианты, где один болит, второй не болит. Теперь что с этим нужно сделать? То есть в ситуации, когда оба клапана безболезненные, это говорит о том, что в принципе они работают согласованно. Если оба клапана болезненные, это говорит о их избыточном сжатии. То есть они почему-то спазмировались. А если один открыт, второй закрыт, то чаще всего есть рассогласование. Что в таком случае нам нужно сделать? Нам нужно сначала встать на тот клапан, который ощутился как болезненный. То есть допустим у меня привратник ощутился как болезненный. Я надавливаю на него, дохожу до болезненной точки. И после этого встаю на тот клапан, который не болел. И давлю на него. И очень часто вы почувствуете, что он заболел. То есть встаем на болезненный, потом встаем на безболезненный. И этот безболезненный начал болеть. Теперь нам нужно тот безболезненный, который заболел, помассажировать до уменьшения болезненных ощущений. Как глубоко проваливаться? В принципе буквально на пол пальца. Но если вы уже где-то на старте начали ощущать болезненные ощущения, то эта фасциальная реакция как раз таки возможно с этого клапана поступает вверх. И как только вы дошли до болезненного участка, массируем до уменьшения болевых ощущений. После этого, немножко подождав, буквально 5-7 секунд, мы снова встаем на эти клапаны и перепроверяем. Стало ли больно? Уменьшилась ли боль здесь? Уменьшилась ли боль тут? Либо появилась? Но в конце концов вы придете к тому, что оба клапаны станут безболезненными. Так и происходит с согласованием верхнего этажа. Что происходит внизу? Принцип тот же самый. Только расстояния немножко будут другие. То есть мы находим переднюю верхнюю ось, ту самую вот эту косточку и пупок. И от нее также делим это расстояние на 3 по этой линии. То есть раз, делим на 3. То есть на границе наружной и средней трети мы находим проекцию илеоцикального клапана. Это как раз таки проекция аппендикса. Практически он. Встаем на него перипендикулярно. Потрогали. То же самое находим клапан Хьюстона, только с другой стороны. То есть раз, два, три. И все эти манипуляции нужно делать на согнувшиеся ноги. То есть ноги надо согнуть, чтобы у нас не было избыточного натяжения, прямой мышцы живота и было чуть более комфортно. То есть встали на клапан перипендикулярно и помассировали его. Если боль есть, запомнили. То же самое находим проблемный участок. Если он болезненный, встаем на него. И после этого ставим палец на тот клапан, который не болел. И находим появившуюся боль. И массируем ее до уменьшения. Как только боль уменьшится, таким образом мы дружим эти два клапана. И они становятся более друзьями. То есть они начинают работать попеременно. Один закрылся, второй открылся, один закрылся, второй открылся. И регулярная работа такая на эти клапаны позволит вам улучшить как раз таки переход пищи по всему ЖКТ. Улучшить всасывание и выведение. Вы избавитесь от многих проблем, такие как дискинезия желчного пузыря, мелкие гастриты, функциональные запоры и так далее. Если же у вас ситуация, что оба клапана болезненные, как на верхнем этаже, либо на нижнем этаже. То вы можете просто так же перпендикулярно встать на них, одним либо двумя пальцами, погрузиться вглубь. И легко помассировать их по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Массируя таким образом до уменьшения либо с одной стороны, либо с другой. А лучше с обеих сторон в течение 3-5 минут. Таким образом вы как минимум улучшите состояние работы клапанов, избавив их от лишних спазмов. И таким образом у вас работа пойдет более гладкая. Переваривание и выведение продуктов пищеварения. Еще одна техника по работе с как раз таки проекцией солнечного сплетения. Если вы поставите руки таким образом сюда, прям под мечевидный отросток. И погрузитесь немножко вглубь. Вы можете так же почувствовать неприятные ощущения. Здесь в принципе координатор работы всех внутренних органов, всего висцерального комплекса. И отмассировав его здесь, как я показывал по ссылке, которая сейчас выйдет у вас. Также я там показываю активацию диафрагмы. Вы можете в принципе согласовать вообще всю работу ЖКТ, а не только клапанов. Поэтому не забудьте про это видео, пользуйтесь им тоже. Если у вас есть вопросы по каким-либо частным случаям работы с висцеральным комплексом, можете задать их в комментариях. Я на них отвечу и попробую разобраться с вашим животом более целостно. Если видео понравилось, лайк не забудьте, ставьте. Теперь резюме. Такая регулярная работа над собой вызовет небольшие, возможно, побочные явления. Типа разжижение стула, возможно, временно неприятные ощущения в животе. Может быть частично вздутие, но делайте мягко, деликатно и регулярная работа. Таким образом с собой улучшит работу ЖКТ и наладит все процессы всасывания, усвоения и выведения. Рад был делиться с вами этой информацией. Пользуйтесь.